Ивар, мы говорили о том, что, вот вы говорили о том, что у эстонского государства нет цели, что оно, ну, непонятно, зачем оно существует. Вот, не могли бы вы прокомментировать вот эти слова? Нет, на самом деле, вот есть, так сказать, основная цель, для чего у нас есть государство. Ну, здесь мы начинаем, конечно, с философии изначально государства. Цель государства всегда является организация порядка жизни на территории, на определенной территории, среди определенных людей. Это, как бы, цель любого государства. Ну, за исключением там каких-то таких, действительно, специфических очень, или нишевых таких государств, ну, скажем, Ватикан. Там не просто цель организовать жизнь на этом небольшом кусочке земли, а там уже идут другие цели, да, организация вот религиозной деятельности, там, морали и всего такого. То есть, это первая цель, конечно, да, как-то общество заставит функционировать так, чтобы оно, ну, чтобы все друг друга не перебили, и чтобы кое-какой порядок здесь царил. Тогда, вот, если мы говорим о цели поменьше, это сохранение, так как эстонское государство очень направлено на этнос, на сохранение вот именно нации, языка, культуры как таковой, то, в принципе, это уже, так сказать, такая основная цель государства, если мы говорим уже об Эстонии. В Эстонии не как во Франции, приехал китаец, он француз, приехал японец, он француз, приехал араб, он тоже француз. В Эстонии все-таки это по языку, это по, там, наследственности и так далее. И вот сохранение, так как на самом деле эстонский язык, он так, мне очень жаль об этом говорить, но на грани вымирания, потому что, ну, даже ученые говорят, надо миллион носителей, активных носителей языка, тогда язык выживет. В Эстонии вот носители языка, на самом деле, эстонского, ну, там, около 800 тысяч, 900 тысяч, вот между этими цифрами колеблется, то есть уже ниже такой критической грани. Так что это, на самом деле, очень важная задача эстонского государства, сохранить вот эту культуру, этот язык, вот какое-то устройство жизни вот этих людей, которые здесь живут. Кстати, если можно про язык, вот, каким способом его можно сохранить? Можно ли сохранить его, как бы требуя от, ну, неносителей знания языка? Да. И не ведет ли это к такому изоляционизму, да, и вот, излишнему стрессу такому, да, потому что, в принципе, язык призван обслуживать, ну, потребности, да, это средство... Да, это средство для общения, в принципе, это, так сказать, одна возможность общаться. Те же самые дела можно сделать и на русском, и на английском, и так далее. Почему вот требуют именно, очень жесткие требования к языку? Именно из-за того, чтобы его как-то сохранить. В принципе, сохранение эстонского языка, опять-таки, если мы смотрим чисто с экономической точки зрения, нецелесообразно, потому что это вот все эти расходы на перевод всего, ну, даже на перевод тех же самых инструкций, которые приходят с товаром, на перевод законов европейских, там, всяких юридических документов, и обратно перевод из эстонского еще на какой-то другой язык, ну, это влечет довольно-таки большие потери. Но язык — это признак государственности. Для Эстонии флаг — признак государственности, герб — признак государственности, деньги — тоже признак государственности, но в данном случае кровно-эстонскую мы уже потеряли. И потерять еще больше, например, потерять язык, ну, это, конечно, уже вопрос, а ну, кто же вы такие? Если вы говорите по-английски, используете евро, ну, да, там, генетически считаете себя эстонцами, ну, генетика, она не видна по лицу. Но ирландцы-то потеряли свой язык? — Они говорят по-английски, но идентичность осталась? — Идентичность осталась, но ирландцев-то сколько, да? В Финляндии тоже роскошь есть, потому что роскошь вот именно того, что у них два государственных языка, но народа финского много. Ну, много-немного, финский народ тоже не очень большой, но около пяти миллионов все-таки финнов, говорящих по-фински. И шведов там вообще, ну, несколько процентов, хотя шведский язык используется в зависимости от города, может использоваться даже очень активно, но тем более финский он преобладает, там миллионы людей, говорят. В Эстонии ситуация несколько иная, поэтому тут, конечно, если мы хотим сохранить язык, то целесообразно его хранить как государственный. — Да, но действительность-то все равно берет свое, да, реальность. И сохранять-то сложно, не заинтересовывая людей в знании языка, во-первых, и во-вторых, в том, чтобы жить здесь, потому что уезжают-то эстонцы, да, куда-то там, в ту же Финляндию, Швецию, Австралию. — Да-да-да. — И чем дальше, тем лучше, ну, они мне сами говорили об этом эстонцы. И там они семьи заводят, переключаются на другой язык и так далее. То есть, может быть, это вот эта языковая проблема, это всего лишь такая верхушка айсберга. — Безусловно, да. — Да, и не с этого надо начинать. — Ну, скажем, здесь еще вопрос, как они уезжают, да, потому что вот эстонцы, у нескольких народов вот есть такие особенности. У евреев, например, куда бы они ни поехали, они все равно остаются евреями. У них свои традиции. И они сохраняют, в общем, хранят то, что у них есть. Когда эстонцы уезжают вот какими-то общинами, как было после Второй мировой войны, или даже во время Второй мировой, в Канаду, в США, в Швецию, то, в принципе, язык так сохранился. Это очень забавно, поехать там в Торонто, там 15 тысяч эстонцев, у них там эстонский культурный центр, там эстонский банк, эстонское строительное предприятие, эстонские детсады, эстонская школа. В общем, все у них имеется. — То есть не о чем переживать. — Да, не о чем переживать, кроме того, что абсолютно непонятно, о чем они говорят, потому что этот эстонский язык 30-х годов. То есть те термины, которые мы используем здесь, ну, даже, скажем, слово «киля», для них это означает кашу, для нас это означает полиэтиленовый пакет. И вот такие курьезы встречаются. То есть это язык такой классический, архаичный, он не обиходный язык, который сейчас используется в Эстонии. Но он сохраняется, он очень хорошо сохраняется. Да, с каждым поколением все меньше и меньше, потому что идет ассимиляция, но, несмотря на это, они говорят на эстонском. Теперь, если мы возьмем молодежь, вот много студентов у меня тоже уезжает за границу, в Лондон, они люди молодые, им там по 18-20 лет. Они создают, они там учатся, после этого выходят на практику, после этого они идут на работу, в ту же фирму, в другую, неважно. Но обратно приезжать, там у них уже друзья, коллеги, они, может, там женились, вышли замуж, родили детей. И вероятность того, что этот ребенок будет активно разговаривать на грамотном, чистом, хорошем эстонском языке, она очень мала, на самом деле. Так что здесь эмиграция, эмиграция на самом деле рознь. Как я сказал, конечно, языковая проблема, вот она связана с идентичностью, с этносом, вопрос, насколько мы ее хотим сохранить, ну, естественно, мы ее хотим сохранить. Хотя экономически, я говорю, абсолютно нецелесообразно. Эстонский язык очень сложный. То есть то, что ребенок тратит время на изучение эстонского языка, если бы вместо эстонского он изучал французский и английский, которые наиболее древние языки в сравнении с эстонским, усваивать их легче, или хотя бы выучил, я не знаю, шведский, а на нем подтянул норвежский и датский, то есть три языка в одном, так сказать, ну, как-то условно можно назвать. Ну, пользы было бы больше, потому что зубрить язык, на котором говорит даже не миллион человек, ну, перспектива мировая, конечно, открывается такая, довольно ограниченная. То есть это изоляционизм. Да, в некотором смысле, ну, это такой, своя лужица, свой котел, и в нем чуть-чуть бурлить. Но это не означает, что его не надо изучать, это надо, что с эстонским параллельно, надо изучать какой-то другой. Ну, почему не русский язык, да, потому что Россия соседам и партнерам останется всегда. Санкции снимут, отношения наладятся, и, опять-таки, рядом рынок, половина Европы, в принципе. 130-140 миллионов, ну, союзное государство еще возьмем, там, вообще, еще больше обороты. Почему не русский, почему не английский, да? То есть надо еще добавлять для того, чтобы были люди конкурентоспособны. Кстати говоря, ведь, а может быть сделать какую-то реформу языковую, как, к примеру, в Китае, ну, сложно учить эти иероглифы, да, и там придумали китайский на латинице. И таким образом повысили грамотность среди населения. Ну, многие нации с этим сталкиваются. Посмотрим Японию, одна из передовых наций, там тоже канджи, гаджи-кана, это хираганы, или как они у них там точно распределяются, что более-менее популярно. В Норвегии тоже два языка, да, ну и норск, гук, ма. Ну, это может быть проблемой, может так быть, не особенной проблемой. Отреформировать эстонский язык его столько реформировали. На самом деле он является искусственным языком по своей сути. В XIX веке его просто сложили из двух. Был северо-эстонский, южно-эстонский. Поэтому вот структура языка, что у нас там уйма падежей, меняется слово, много очень таких исключений, исправил, и так далее, и так далее. Это все признаки молодого языка. То есть эстонский — это искусственно, в принципе, созданный язык, сложенный в синтетический язык. Что касается вот прогресса, конкурентоспособности, безусловно, тот вопрос стоит о грамотности населения, потому что в какой-то момент в Эстонии, по-моему, в 90-х, не могу сказать в каком году, точно не помню, язык просто упростили, потому что, ну, уже чиновники не могли правильно писать, а если уже чиновники правильно не пишут, власть не пишет правильно, то есть, ну, люди тоже начинают так давать слабинку. И есть, конечно, хорошие примеры. Скажем, даже Турция, Ататюрк, что сделал, в первую очередь, переделал алфавит, потому что писать на арабской вязи, это очень сложно. Не все умели, очень большой процент безграмотных. Но мы как раз говорим о неграмотных, безграмотности, и о тех, которые, да, владеют языком, но, может, там, не на уровне, или что, но могут объясниться. То есть, здесь уже большая разница, потому что на этом завязана культура, на этом завязано образование, от этого зависят возможности в жизни, которые идут через общение, да. И в этом смысле в Эстонии не все так катастрофично, конечно. Ну, Турция после этого получила, естественно, большой толчок к развитию, и там это было оправдано. Сейчас дальше реформировать эстонский язык, который и так пережил не одну реформу, но, мне кажется, там просто уже некуда реформировать, чтобы он остался эстонским, на самом деле. И нет смысла уже изменять то, что более-менее устоялось. Поэтому я бы на этом даже не заострял особенное внимание. А нужно ли от русских, вот, живущих здесь, или там, ну, не только от русских, а от других наций, требовать обязательного знания эстонского? Вот я недавно общался с гражданами Бельгии, вот они живут в Льеже, говорят по-французски, они даже ни разу не были во Фландрии. Вот это часть, где говорят на голландском языке. И даже и не знают ничего об этом. И это не мешает им, в принципе, ну, сосуществовать, жить своей жизнью, да, и так далее. Нужно ли здесь вот такое, как бы, вот эти требования к представителям других наций, вот, предъявлять языковые жесткие требования, что ты, вот, обязан знать эстонский и все прочее. Ведь, по сути, они такие же налогоплательщики, да, они, вообще-то, соблюдают законы, общие ценности. И они, самое главное, ну, они находят общий язык, а если не находят, если они живут в своей, там, какой-то комьюнити общине, ну, так, они мирно сосуществуют при этом. Вот, это верно, да. Что, если мы говорим тут о разных таких группах общества, то это не мешает существовать, если мы посмотрим там ту же благополучную Швейцарию, несколько государственных языков, все счастливы, все рады. Но здесь уже первый вопрос. Такую роскошь может позволить себе только очень богатая страна. Чтобы все переводилось там на три или, не дай бог, на четыре языка, и чтобы все это велось параллельно, чтобы все чиновники говорили на всех языках грамотно, чтобы и так далее, и так далее. То есть здесь очень много возникает штабы, которые завязаны на финансы, в первую очередь. Во-вторых, к чему это ведет? Ну, скажем, да, что Лугана, это там такой регион, где там, понятно говорят, там на итальянском языке, но это не делает это, ну, это не географически или как-то не отсоединяет, или политически от одного государства не присоединяет к другому. вопрос в том, что если мы хотим, чтобы не возникало таких, ну, так сказать, в Америке, в американском обществе существует такое, ну, и в Европе это уже есть, такие гетто. Там в китайском гетто, там на китайском говорят, там есть еще, ну, little Italy это обязательно, там все по-итальянски, там соседи и все такое. Там еще где-то арабская часть и так далее. Испаноязычная. Да, испаноязычная обязательно, latinos и так далее. То есть там возникает такое, там нет вот этого ассимиляции особенно, и там вот живут такими группами, тоже неплохо само по себе. Это не катастрофа, потому что есть какой-то один язык, который их объединяет, английский, скажем, да. Почему это важно? Это важно для того, чтобы эти группы хотя бы как-то общались в каждодневной жизни, скажем, пошел к врачу. У них свои врачи уже. Врачи учат язык, вот я жил в Бельгии, там врач, терапевт, выучила турецкий язык, чтобы привлекать к себе пациентов турков, которые ей платили деньги за это. Там такая система. И она только выиграла от этого. Нет, абсолютно верно. Но опять-таки, это могут себе позволить только большие государства. Ну, скажем, там один район Нью-Йорка больше, чем вся Эстония. Да, в принципе. И там это можно как-то сделать. Но в Тайлине, где, скажем, какие-то операции можно сделать только в одной больнице, да, и очередь туда три месяца, и потом ты приходишь к врачу, врач не говорит по-русски, пациент не говорит по-эстонски. И вот как-то, ну, это, в принципе, очень такая чувствительная сфера. Там надо обсудить детали проблем, да, потому что, если чуть что в одну или другую сторону, получается абсолютно другой диагноз. И теперь вопрос, а как общаться? Через переводчика или на английском? А что, если врач тоже не совсем понимает на английском? И поэтому вот важно, чтобы был как-то стержень, как в Америке. Он есть. Вот английский язык. Ну, переводчик вы сами сказали. Да, ну, переводчик, но это всегда опять вот, завязано на то же самое, что сделать четыре языка, и надо на все переводить автоматически уже. Но это меньше стресса, чем, скажем так, чувствовать себя. Да, но здесь не забывайте еще вопрос про этнос. Чем больше мы позволяем, так сказать, чем меньше мы, чем больше мы уменьшаем значимость вот эстонского языка, и входят вот другие языки, тем как-то менее значимым он становится, тем больше вероятность того, что он однажды пропадет. И здесь вот несколько таких вопросов, на которые нельзя однозначно ответить. А он и так может пропасть. Ведь вот эти древние цивилизации, они исчезали, потому что людям было неинтересно жить. Вот во времена зарождения буддизма в некоторых регионах Индии до 40% населения, причем вот такого образованного, там элиты, да, из богатых семей, уходили в отшельники. Им было неинтересно. Вот такая болезнь ухода. Я думаю, что в Эстонии тоже можно об этом говорить. Ну, безусловно, такой риск есть, как я сказал, меньше миллиона уже носителей языка, тем более, что их как-то не очень прирастает. Но тут еще другие опасности, геополитические опасности. Например, ну, та же самая страна Эстония. Мы говорим все время о медийной сфере России. Потому что русские не смотрят, эстонские каналы. Ну, естественно, не смотрят. Неинтересно смотреть. Почему? Потому что качество, ну, так себе. А почему вот качество так себе? Потому что, ну, как-то бюджет не тот. И кадров нет тоже. Потому что это телевидение делает индивидуальное. Да. Но если мы говорим, что иногда на одну программу на 30 минут вот эфира могут выделить бюджет там 500 евро, ну, просто не сделать качественный продукт на эти 500 евро. Потому что все люди оптимизируют там, или тысяча евро, да, то же самое, там и операторы, и ведущие, и режиссеры, и звукооператоры, и так далее, там команда набирается. И все люди стараются как-то оптимизировать свое время для того, чтобы заработать побольше. Это нормально. И поэтому, естественно, качественное телевидение русскоязычное население смотрит в России, да. И чем больше будет народу смотреть российское телевидение, чем меньше эстонское, то здесь вообще баланс пойдет. Если у нас два государственных языка, скажем, можно и на русском, ну, как-то эстонцы уже привыкнут как-то чуть-чуть. Например, в Нарве. Нарва, на самом деле, уже эстонский город. Там 5% населения говорит по-эстонски. У меня живут там родственники, которые в основном общаются по-русски. То есть, если послушать акцент, у них, они говорят по-эстонски, они чистые эстонцы. Они говорят по-эстонски с акцентом по-русски уже так совершенно чисто. То есть, возникает такой синдром Нарва чуть-чуть. И нету здесь единого правильного решения. Вот зависит, какая цель у государства. Поскольку цель сохранять язык, культуру, историю и так далее, то, естественно, вот важность эстонского языка она остается. Вот если говорить об общей цели, с которой мы начали несколько тем назад разговор, то что я имел в виду, я действительно высказывал мнение, что в Эстонии нету вот такой единой общей цели, к чему двигаться. Это, конечно, в некотором смысле жалко, потому что если нету цели, то нету и движения. А какая могла бы быть цель? Могла бы быть... Ну, здесь уже Леонард Мерри, наш первый президент Второй Республики, говорил, что Эстония ищет свою Нокию. Вот у финнов была Нокия, это была их национальная гордость, но теперь национальная гордость уже перешла в русло дизайна, это Итала, это Маримекко, это Пентеки и так далее, остальные компании. Уже жизненный стиль эта национальная гордость. Ну, в общем, меняется. Это тоже исторически не всегда стабильно. И над Мерри всегда, президентом Мерри всегда смеялись, что он ищет национальную цель, или национальную идею, как Пеппи Длинный Чулок из сказки Астрид Лингрен искала вот этого спунка. Она не знает, что это точно такое, но она точно узнает, когда найдет. У маленьких государств, почему это важно? Маленькие государства не могут конкурировать, маленькая открытая экономика, она всегда... они не могут конкурировать с большими государствами. Да, если маленькая закрытая экономика, то это уже мир сам в себе, это, ну, другие правила конкуренции. Если маленькое открытое государство, его всегда сильно бьет. Экономический спад то Эстонии там чуть ли не минус 15% было, но другие тоже просели, но не настолько. Экономический подъем Эстонии идет, естественно, на древние волны, идет наверх. Намного сильнее, чем, скажем, даже Германия, потому что, чтобы развернуть большой корабль, требуется больше времени. Инерция другая, структура экономики другая. И теперь вопрос в том, что маленькие государства всегда успешны в случае, если они находят свою нишу, которая востребована. Вот тот же самый Ватикан. Там меньше тысячи человек живет. Какая ниша фантастическая? Весь мир на Ватикан практически работает, весь христианский мир, поддерживает государство, процветает. Швейцария. Тоже государство вроде не очень большое, ниша фантастическая. То есть все эти люкс, товары, услуги, там очень высокий уровень жизни, естественно, цены высокие, но почему-то в Швейцарию тянутся. Там нет такого, что давайте-ка уедем, и в Швейцарии, потому что в Эстонии лучше. Ну, скорее наоборот. Ну, так и есть. Даже карликовое государство, ну, да, Ватикан, оно по сути своей, по величине, оно карликовое государство, но по влиянию, естественно, нет. Карликовое государство, по влиянию, у которых нет вообще никакого влияния, ну, скажем, Сан-Марино, фантастическая ниша. Они живут за счет Италии, ну, там ни своих войск, ничего не надо иметь, потому что вокруг вся Италия, она, если что, защитит. Ну, в принципе, фантастическая ниша. Монако фантастическая ниша. Вот все эти маленькие государства, они где-то себя находят в чем-то. Эстония пытается, как бы, жить по модели крупного государства, но ресурсы не те, возможности не те, влияние не то, и поэтому как-то не совсем удается. И вот происходит такое, качание на этих волнах, а вектора движения вроде нет. То есть здесь надо действительно взять какой-то, либо какой-то сектор, либо какую-то идею, и вот по ней уже дальше работать. Ну, был IT-сектор, был у нас как национальная идея. Эстония была IT-ферма, уже государство номер один, у нас ID-карта электронная, государство электронное, в общем, скайп мы сделали и так далее. Сейчас, если я не ошибаюсь, в 2016 году Эстония стояла в рейтингах на 15-м месте. То есть уже мы упали 14 позиций вниз, сидим на 15-м. Почему? Потому что, опять-таки, конкурентное преимущество откуда исходит? Исходит из количества и наличия программистов. Если мы говорим о программистах, то та же Индия, она вот количеством и качеством программистов, мы еще говорим, из скольких людей у нас можно сделать отбор талантов. Это тоже немаловажно. А как сегодня с интеллектуальным потенциалом в Эстонии? Ну, интеллектуальный потенциал, ну, говорят, что у нас мозги утекают, да, то есть тоже так уже под вопросом. Ну, айтишники, слава богу, еще здесь так живут хорошо, потому что в айти секторах программисты, они получают там 2,5-3,5-4 тысячи евро. Это очень высокие зарплаты, на самом деле. Вот это как раз сектор, который тянет, один из секторов, который тянет среднюю зарплату вверх. Ну, индусы со своим миллиардом с лишним, они всяко переиграют в маленькую Эстонию. Тем более, что программирование, вот даже C-sharp, да, распространенный язык программирования, ну, в принципе, команда все по-английски. Учить не надо, второй язык государственный, английский, уже ты чувствуешь себя как рыба в воде. Вся литература на английском. То есть они могут этим заниматься уже там с первого класса, в принципе. Научились читать, уже научились программировать. В Эстонии сначала надо эстонский подтянуть, потом английский изучить, там, начиная с четвертого класса, да, и потом уже сунуть в нос в учебник программирования, который на английском языке, и начинать что-то там изобретать. То есть это уже конкурентное преимущество такое, сомнительное, да. Ну, можно взять, конечно, какую-то сферу, там, кибербезопасность, да, скажем, там, криптование или что-то такое, ну, как президент Ильвес высказал. Идея, что наша идея, это кибербезопасность, там, вот, натовский центр кибербезопасности, эстонию, неплохая ниша, на самом деле, но вот главное удержать. И вот это не та ниша, на которую можно вывести всю страну. Это, опять-таки, определенный пул или определенное количество программистов. Ну, не все же бабушки ринутся, там, программировать какие-то криптовалюты, блокчейны, айди-карты, что угодно. И это только определенное количество людей. Вопрос, как мы это богатство, которое, вот, приходит через этих людей в Эстонии, распределим на всех. Но не вижу сейчас этой модели. Может быть, возникнет. Никогда не говори никогда. Ну, в общем, эта национальная идея или, вот, вектор движения, или цель, к чему мы идем, она, на самом деле, для государства очень важна.